МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сознался, что алкоголь поездкам не помеха. Пьяный. А за руль вы садились в таком состоянии? Бывает иногда. Нетрезвый водитель на полном ходу въехал в стол. И лишило мужа достоинства. 4 часа в жизни. Хорошо, давайте не молитесь. Вынесен приговор женщине, оскопившей супруга. Это и не только прямо сейчас. Один человек серьезно пострадал в крупной аварии на улице Декабристов. Там столкнулись сразу семь автомобилей. По предварительной информации, около половины шестого вечера на пересечении Декабристов и улицы Волгоградская водитель Фольксваген выехал на встречную полосу и протаранил стоящие автомобили. Лисан Сабирова с места происшествия. Я отвлекся к телефону, меня занесло. Молодой человек, водитель Фольксвагена Пассад, сразу признал, виноват, опасности не видел, а помнился, когда что-либо исправить было уже нельзя. Свою вину, то есть признаете? А куда направлялись? Домой направлялись? Да. Но в отличие от предполагаемого виновника, множество свидетелей видели, как все произошло. По их словам, черный Фольксваген ехал по Декабристов в сторону ДК Химиков. Едва проехав перекресток с улицы Волгоградская, стал смещаться влево. Первой на его пути оказалась Лада Гранта. Ее водителя срочно госпитализировали привывшие на место медики. В травматологии точно отвези ноги, переломаны. А он за его зажало там? Наверное. А он массажиром был? Нет, водитель. Один был, да? Один был. От удара Ладу откинуло назад настоящий в соседнем ряду Фиат. Как это произошло, я сам не понял просто. Созновение сильное было, да? Ну, сами по характеру смотрите. Ну, как уж, да. А вы стояли просто или вы двигались на тот момент? Стояли, стояли. А получается, вот какой-то с какой машиной расстался ли с Грантой? Не я столкнулся, она в меня влетела. Машина на нее налетела, она на меня наскочила. В это время черный Volkswagen по инерции врезается в белый Volkswagen Polo. Затем к списку пострадавших автомобилей присоединились Chevrolet Avea, Mazda и Lada 14 модели, на которую предположительно откинуло Гранту. Несколько полос улицы Декабристов в обе стороны оказались заблокированы для движения. Происшествие вызвало сильный затор. Страховых выплат, вероятно, предполагаемому виновнику не хватит для восстановления всех разбитых в аварии автомобилей и возмещения вреда здоровья пострадавшему человеку. Ответственность, которую понесет мужчина, будет зависеть в том числе и от тяжести травм, полученных водителем Lada Granta. Лиса Сабирова, Нафися Мнязова, Адели Малахметов. Вызов 112. Пьяный водитель врезался в столб на перекрестке проспекта Амирхана и улицы Сибгата-Хакима. Опираясь на данные алкотестера, сотрудники ГИБДД предположили, что прежде чем сесть за руль Volkswagen Passat, 51-летний мужчина выпил около бутылки крепкого алкоголя. На месте происшествия была Нафися Мнязова. Девушка, я вас люблю. Спасибо. А что произошло у вас? Вот такая красивая вообще. Романтичное настроение и несвязанная речь невооруженным взглядом можно было понять. 51-летний водитель Volkswagen Passat был в состоянии алкогольного опьянения. Извините, пожалуйста, я гуляю. А вы выпивали, да, получается? Сумасладший, что ли? Откуда? Вы не пьяный? Пьяный. А за руль вы садились в таком состоянии? Бывает иногда. Но для официального подтверждения своих подозрений автоинспекторы вооружились алкотестером. Прибор показал почти 1,3 миллиграмма чистого алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Место допустимых 16 сотых. То есть мужчина был сильно пьян. Выпил около бутылки крепкого алкоголя. В таком состоянии, если верить словам нетрезвого водителя, он направлялся на работу. Но это у него не получилось. На пересечении проспектов Атыха-Амирхана и улицы Сибгата-Хакима на развороте водитель потерял управление. Машина вылетела прямо на столб. Мужчина старался выстроить свою версию произошедшего. Я подрезал, подрезал. Машину подрезала. В результате столкновения со столбом, искореженную иномарку снова отбросил на проезжую часть. Разбитый автомобиль сильно затруднил движение на этом участке дороги. Особенно трудно пришлось водителям троллейбусов. Хотел ли водитель автомобиля Volkswagen Passat проехать прямо или же развернуться, на данный момент неизвестно, поскольку в силу своего алкогольного опьянения он меняет свои показания чуть ли не каждые 10 минут. Однако стоит отметить, что если бы он не въехал в столб, возможно, он мог бы въехать и в проходящих мимо пешеходов. Учитывая, что водитель впервые попадается за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Но этим только не обойдется, а поскольку ему еще придется оплатить стоимость испорченного столба, а также самостоятельно восстановить свой автомобиль. Нафиса Минязова, Адель Малахметов, Вызов 112. Еще одного нетрезвого водителя задержали сотрудники автоинспекции на пересечении улиц Городская и Десятая Союзная. Обнаружили потенциальную опасность для окружающих совершенно случайно. Автомобиль остановили для рядовой проверки документов. Тут и возникли подозрения, что водитель Лады 12 модели сел за руль после употребления алкоголя. Лада 14 модели и Митсубиси столкнулись сегодня днем на пересечении улиц Бондаренко и Волгоградская. Как рассказала девушка, управлявшая иномаркой, она двигалась по главной дороге, тогда как отечественный автомобиль выезжал со второстепенной. По ее рассказам, ВАЗ-2114 не уступил дорогу, в результате чего и произошло ДТП. Пострадавших нет. Оставила мужа без достоинства. Сегодня Зеленодольский городской суд вынес приговор 47-летней Лере Плаксиной. Напомним, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По версии полицейских, обвиняемая оскопила своего бывшего мужа, когда тот попытался склонить ее к интимной близости. На судебном заседании побывал Айрат Назипов. Лицо закрой! Ничего, засуну! Ну отвернись хотя бы, ты че уж? Несмотря на активные возгласы родственников подсудимой, женщина даже не пыталась скрыть свое лицо. Именно ее обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровья бывшему супругу. Преступление произошло в поселке Васильево 8 октября прошлого года. Тогда же полицейские задержали подозреваемую. В ее квартире стражи порядка обнаружили два ножа и кровавый халат. По версии стражи порядка, в тот роковой вечер мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, попытался склонить подсудимую к интиму. Сама же женщина этого не хотела и всеми способами пыталась его вразумить. Когда словесные аргументы закончились, в ход пошел нож. Женщина отсекла потерпевшему детородный орган, после чего мужчину срочно госпитализировали. Сегодня по этому делу в Зеленодольске стартовал закрытый процесс. Женщина полностью признала свою вину, и дело рассматривалось в особом порядке. Держи, сладко. Все нормально. Четыре? Удно. Четыре, держи. Хорошо, давайте не болейте. Давай. По данной статье, женщине грозило 10 лет лишения свободы. Прокурор просил 6, тогда как суд приговорил обвиняемую к 4 годам заключения в колонии общего режима. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Сидел на перилах балкона 8 этажа и грозился быстро спуститься вниз, не совсем привычным образом. Очевидцы происшествия в 51-м комплексе в Набережных Челнах выложили кадры в сеть. Быстро выяснилось, что молодому человеку 22 года, и в этот момент он был не трезв. Причина угроз, как сообщили пользователи социальных сетей, в измене его девушки. Спасатели пытались добраться до него с помощью автолестницы, но не успели. Молодой человек самостоятельно слез с перил. 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Такой приговор вынес Новосавиновский суд Казани 39-летнему мужчине, которого обвиняли в серии имущественных преступлений. Следователи установили, что в январе текущего года посудимый украл личные вещи у двух жительниц города. Входя к ним доверие, мужчина забирал принадлежащие им телефоны и дорогостоящие украшения. По всем установленным фактам, сумма причиненного материального ущерба превысила 180 тысяч рублей. Уголовные дела в отношении этого мужчины возбуждены еще в двух отделах полиции. Судебные заседания по ним состоятся в ближайшее время. Не уступали дорогу, ездили без прав и управляли автомобилем с техническими неисправностями. С такими нарушениями попадались казанские автомобилисты в так называемом тоннеле. Сегодня автоинспекторы массово и одновременно выявляли латентных нарушителей правил дорожного движения. Особое внимание уделяли тем, кто не торопился пропускать пешеходов. Об итогах рейда расскажет Нафиса Минязова. Уже в начале рейда инспекторы остановили нескольких водителей. За одно и то же нарушение. Все как один не пропускали пешеходов. Если сначала они пытались спорить, то после непродолжительной беседы с сотрудником ГИБДД люди не отрицали свою вину. Сколько лет за рулем? Первый раз. А сколько лет за рулем? С 96-го года. И ни разу ни одного нарушения? Ни одного. Проблема с наездами на людей в городе довольно острая. В среднем за сутки под колеса автомобиля попадают 2-3 человека. Сегодня автоинспекторы наказывали как непропускающих водителей, так и пешеходов, шедших в неположенных местах. Но помимо этого хватало и других нарушителей. За небольшой период времени остановил водитель, имеющий неоплаченные административные штрафы. В отношении данного водителя составлен административный протокол. Впрочем, кому-то повезло меньше. Помимо штрафов у водителей эвакуировали автомобили. К примеру, у одного из автомобилистов еще в январе истек срок действия водительского удостоверения. Я, честно говоря, внимания обратил. Редко останавливают, редко проверяли. И сам нет такого, чтобы открыть, посмотреть документы. Ну, так получилось. Вот два месяца, три месяца просрочено. Такую же участь постигла и отечественный автомобиль. У пятерки сотрудники ГИБДД выявили технические неисправности. Хотя сам хозяин машины 95-го года выпуска с таким положением дел согласен не был. У меня с рулевым управлением все хорошо. Развал сделал, все сделал. Рулевые наконечники год назад поменял. Все нормально там. Он просто на глаз посмотрел. За три часа автоинспекторы выявили 22 нарушителя. И предупреждают, что такие рейды будут проводиться регулярно. Нафиса Минязова, Ират Назибов, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов в судьбе. Вдруг она его примет. Вдруг она его примет.